Это видео про грамотность, и давайте сразу проверим, насколько хорошо вы знаете правила русского языка. Какой вариант верный? Готовя к ЕГЭ, не хватает времени у педагога? Или готовя к ЕГЭ, педагоги испытывают нехватку времени? Подумайте. Конечно же, правильным вариантом будет готовя к ЕГЭ, педагоги испытывают нехватку времени. Так как в первом варианте диперчас, наоборот, не связан с подлежащим. Это как войдя в дверь, послышался шум, хотя... Готовя к ЕГЭ, зачастую не хватает времени у педагога проходить программу. Давайте пример попроще на правописание. И что бы таких идей было больше, или и что бы таких идей было больше. В одном случае, что бы пишется раздельно, в другом слитно. Надеюсь, что вы выбрали верный вариант слитно, в отличие от министра образования Мурманской области, который допустила кучу ошибок в одном посте. Давайте еще один пример для закрепления. ВВП, или валовый внутренний продукт, выросло на 75%. Или ВВП вырос на 75%. Подумайте внимательно. И правильным вариантом будет... ВВП выросло на 75% с 2000 года. Да. А если серьезно, то все эти ошибки и оговорки не мешают нам понимать человека. Тогда зачем вообще соблюдать нормы русского языка? Если начать размышлять, то можно прийти к выводу, что это достаточно сложный и неоднозначный вопрос. Я постараюсь аргументированно ответить на него, затронув тему граммар нации, прескриптивной лингвистики, эротивов, защиты языка и многого другого. Опять. Так-то лучше. Привет. Я Евгений Буянов. И еще какие-то 100 лет назад грамотным считался человек, который умел читать и писать на родном языке. А сейчас грамотно называют человека, который не только читает и пишет, но и делает это в соответствии с нормами языка, которые нам навязывают филологи и системы образования. И начну я с того, что в отношении грамотности есть приверженцы как минимум двух крайних позиций. Одних называют граммар нации, и у них даже есть свой значок. Они придираются по поводу и без каждой ошибки, неправильной запятой или ударению, которое было поставлено не на тот слог. Это, например, известная в Инстаграме училка Татьяна Гартман. Нам на Fubrain подобные люди тоже часто пишут в стиле «У вас там в слове была опечатка. Как вообще вы можете с таким подходом учить людей чему-либо?» И очень часто люди именно с такой позиции не приемлют новых слов и выражений, потому что именно нелогизмы, иностранные слова и сленг идут вразрез с нормами грамотности. Их просто нету в словаре. Но есть люди и с другой позиции. Назовем их грамматическими диссидентами. Они даже могут неплохо разбираться в правилах русского языка, хотя это не всегда так. Но они принципиально не ставят запятых, нарочито пишут неверно, используя так называемые эротивы или, проще говоря, коверкают слова. Подобный стиль был особенно распространен в эпоху «Привет медведа» в начале нулевых, хотя и сегодня это не редкость. Вообще и граммар нации, и грамматические диссиденты были, есть и будут всегда. Но как это обычно бывает, крайние позиции ошибочны и даже вредны. И самое главное, они не поддерживаются большинством людей. Почему позиции граммар нации ошибочны и даже вредны? Во-первых, потому что они стараются консервировать язык, то есть навязывают свои прескриптивные или предписывающие нормы, что не учитывает тот факт, что язык может развиваться и он является живым. Во-вторых, их поведение часто граничит с хамством и невоспитанностью. Поправляя других, особенно публично, они часто испытывают наслаждение от своего мнимого превосходства. Третье, излишнее желание быть грамотным может вызывать различные психические проблемы. И такую штуку, как гиперкорректность, когда мы очень-очень стараемся быть грамотными, и это вызывает ошибки, которых не было бы, если бы мы так сильно не старались. Но и позиция грамматических диссидентов тоже вредна, ведь своей игрой с орфографией и пунктуацией они могут просто искажать информацию. Например, своей речью они могут порождать так называемые агнонимы, то есть слова, непонятные для других людей. А ведь одна из самых главных функций языка это сделать так, чтобы люди понимали друг друга, и в том числе поэтому существуют нормы языка. Вообще, орфографические, орфоэпические и пунктуационные правила есть во многих языках, и не только в русском. Говорить и писать правильно важно по нескольким достаточно очевидным причинам. Во-первых, как я уже сказал, чтобы нас понимали правильно. Многие нормы созданы, чтобы в нашей речи не было двусмысленности. Это особенно важно в некоторых сферах, например, в законодательстве, в отношении между компаниями и людьми, в науке, медицине, да и много где еще. По мнению известного лингвиста Нового Хомского, наш язык является так называемой поверхностной структурой, и мы никогда не передаем с большой точностью то, что действительно хотели сказать. В этом есть ограничение языка, а если мы еще допускаем ошибки и нарушаем нормы, смысл вообще может потеряться, дойдя до собеседника в искаженном виде. Во-вторых, грамотность сегодня это своеобразный конвенционализм образованного общества. Ведь нам еще со школы внушают, что быть грамотным хорошо, а неграмотным плохо. Поэтому, когда мы слышим «звонит» или «одел одежду» или другие ошибки у другого человека, у нас с пред глазами возникает просто красная пелена, и мы перестаем воспринимать смысл его речи. Вы одеваете земник. Что вы сказали? В-третьих, говорить и писать без ошибок важно, чтобы казаться серьезнее в глазах других людей. Некоторые ошибки сводят на нет все, что мы говорили, вызывая у аудитории приступ испанского стыда или даже смех. Хотя иногда смеяться не на чем, когда причиной безграмотности является дисграфия или дислексия. Это такие отклонения. Учитывая эти особенности, грамотную речь в какой-то степени можно считать признаком психического здоровья человека. И в-четвертых, говорить и писать грамотно — это некоторая дань уважения родному языку, образованию, профессии и стране. Конечно, есть и другие причины для того, чтобы быть грамотным. Но важно отметить, что небольшие ошибки, опечатки, оговорки — это тоже нормально, если они не искажают смысл сказанного. И вот несколько примеров этому. Более ранний и более худший пример подавления протеста. Это самолет частный, который был нанят. Но зная Трампа, он скорее поменяет название городов и штатов, чем признает, что он ошибся. У канала «Нежный редактор» есть один продюсер. И зовут его Татьяна Менгалимова. В год заражает миллионы людей, выбивает до 600 тысяч. Я уже не говорю просто про опасные штаммы. И рост заболеваемости в Калининградской области будет расти. Делали свои предприятия эффективными предприятиями, конкурирующими со своими партнерами на мировых рынках. Видите, и ведь ничего страшного. И скорее всего, многие из вас даже не заметили бы этих ошибок, если бы я не акцентировал бы на них внимание. И главное, ведь ничего не поспоришь. Сегодня многие взрослые люди пишут и говорят в целом грамотно. Но у каждого есть какие-то свои пробелы. Кто-то не знает, сколько писать «н» в суффиксе, а кто-то испытывает сложности с полу-полу. И если вы хотите найти свои слабые места и подтянуть их, то это можно сделать на нашем курсе «Русский язык». Сначала вы пройдете тест, который определит ваши пробелы в знании. А потом вы будете закрывать именно эти пробелы с помощью специальных тренажеров в режиме интервальных повторений, доводя знания правил до автоматизма. Это такой уникальный курс на Fubrain, и ссылка на него будет в описании к этому видео. Но все-таки относиться к грамотности не нужно слишком серьезно. И вот почему. Во-первых, такая позиция приводит к появлению достаточно странных инициатив. Поправка Конституции Российской Федерации о защите и сохранении русского языка. Не нужно защищать и сохранять язык, ведь он живой, а не мертвый, как, например, латынь. Не нужно его выставлять в музеи или запирать в мавзолеи. Во времена Пушкина и во времена Есенина язык менялся еще сильнее, чем сейчас. Он богател в том числе благодаря появлению иностранных слов, которые попадали в язык, перемешивались с ним и становились родными. Например, слова «конституция» и «федерация» появились в нашем языке именно благодаря заимствованию. А вот сохранение и защита, неприятие модернизма и культ традиции – это главные признаки урфашизма по Умберто Экко. И я не думаю, что это наш путь. Во-вторых, допуская ошибки, люди создают новые тропинки, а не идут дорожками правил. И вытаптывают газон там, где им идти просто удобнее. Когда ошибка становится типовой и народной, она как бы намекает, что правила слишком сложны и мешают естественному использованию языка. И в итоге язык просто устраняет эти ограничения, превращая то, что было ошибкой, в норму. Именно поэтому язык богат и интересен. Он гибок и изменяем, и мы можем украшать его не только какими-то возвышенными словами, но и чем-то повседневным. В-третьих, требования идеальной грамотности, которые высказываются некоторыми людьми, часто просто некультурны, агрессивны и вызывают праведный гнев у остальных людей. Пошел вон, мне туда собачий ум от дела, как я говорю. И вообще, что ты из себя воображаешь, если меня в себя вправе исправлять других людей? Не доставайте людей своими замечаниями, если вы, конечно, просто не хотите помочь. Но для этого есть личные сообщения. А на многих сайтах есть такая функция, вы выделяете текст с ошибкой, нажимаете Ctrl и Enter и отправляете ошибку редактору. Поэтому будьте грамотными настолько, насколько это необходимо, чтобы сделать вашу речь понятнее и интереснее для собеседника. Но в то же время не превращайте свою грамотность в хамство и неуместные упреки. Это не нужно ни вам, и точно не окружающим.